Вот у нас что? Будем пробовать? Я весь в нетерплении. Всем привет! Меня зовут Александр, проект Первая Варка. А также пиварня Биарбрю. Сегодня мы пробуем новый сорт нашего пива. Вот, пожалуйста. А мы, это я и Георгий. Георгий, прошу. Всем привет! Александр нас уже презентовал. Итак, сегодня мы пробуем наш новый напиток, который называется All Your Friends. Саша, хочешь что-то рассказать о нем? Можно рассказать. Варили мы его, не сильно охмеляли. Потому что очень многие наши друзья говорят, ребята, очень горькое пиво, не очень любят горькие сорта, в отличие от меня. И поэтому решено было сделать немного менее горький сорт. Вот у нас так получилось. Очень мало мы на горечь клали, поменьше клали на вкус, больше пошло на аромат. Ну и сухоохмеление, это Саммит, Симка и Цитра. Вот, все, все на нас. Что? Будем пробовать. Что же мы? Я весь в нетерпении. Ах, поменьше клали. Пахнет просто. Нет, пока что подъехал. Нет, надо пробовать так, пахнет. Цитра, как она есть, Гоша, первому? Ой, в коем-то веке мне налили прям по-нормальному, без вот этой вот пены, как я люблю. Ах, поменьше клали. Ну, а мы в конце пенки добавим. Оп, пожалуйста. Все как учили. Вот, ну что, пена изначально была достаточно мелкая. Внизу даже видно, что она такая достаточно мелкая. Но верхняя половина уже, конечно... И пузырики, смотри, как идут. Такая она достаточно наздреватая. Да. Вот, у Гоши прозрачнее. Я себе с донышка немножко дрожжей львал. Так что у меня более нефильтрованный. У него как бы более... У меня даже видно более... Ты чокнулся, по-моему, хочешь? Да, чокнемся, чокнемся и попробуем. Ну, пахнет цитрой тут уж. Перебивает все остальные, по-моему, да? Такое прям сладкое, сладкое еще. Холодненькое. Ну, не знаю, если сейчас кто-то скажет, что горькое. Когда пена оседает, когда пена уходит, сам напиток пахнет. И пахнет уже гораздо вкуснее. Полновесимо. А мне нравится то, что оно вообще не горькое. Ну, как по мне. Мне предыдущее было не горькое, но всем показалось бельковато. Ну, что вам сказать? По вкусу, конечно, достаточно хмелевой и немного дрожжевой вкус. Так вот в первоначальном теле не чувствуется солода. Солодовая как бы основа, подложки. Не очень тихо говорю. Нет, нормально говоришь. Мне кажется, что у нас ни в одном солодовой подложке не чувствуется. Я ее находил только, когда уже допивал пиво. Оставлял совсем немножко и забывал про него. И вот спустя час берешь и вот, да, пахнет солодовой подложкой, как ты выражаешься. А на самом деле всегда очень сильно перебивает. Ну, кстати, вот в послевкусии солод гораздо более ярко выражен. Потому что на вкусе нет не горькое вообще. Те 35, которые написали, ну, в принципе, они растворились по объему. И, ну, не знаю, алкоголь слил. Хотя, если все равно горчинка, хмелевая чувствуется, ну, чувствуется. Но не так, как в Ульпа, крепкая. Ну, получился такой вот, что такая Эльдорадо. Потому что, видимо, в штамбире кладут цитру в Эльдорадо. Прям, мне очень сильно наполнило. Но не такая крепкая. Но не такая крепкая, не такая газированная, поменьше газа. Единственное, что, ну, может быть, меньше стоит класть хмелин или не класть вот совсем на вторичное ображение. На сухое хмеление. Все только на первичку. Но это мы все узнаем после того, как попробуем новый каскадин бьем. Да. Кстати, хотел бы напомнить про то, что это пиво у нас участвует в некой акции или конкурсе, как хотите, 14 ноября. 14 ноября. Мы участвуем в шестом фестивале домашнего пивоварения. Мы там будем, и человеку, который первым придет на... Не первым придет на фестиваль, а который подойдет к нам и произнесет кодовую фразу, получит в подарок вот такую же бутылку, только литрового объема. Потому что мы закрывали не только полулитровые, но и литровые. Можно сказать, limited edition. Так вот, фразу я вам назвать не буду. Ее можно посмотреть в новостях в нашей группе ВКонтакте. Так что заходите, подписывайтесь на канал YouTube. Подписывайтесь подо все, что мы делаем. Вступайте в группу. Вступайте в группу. Ставьте лайки. Участвуйте в обсуждениях. Пробуйте наше пиво. По-моему, пустот достаточно неплохо. Это был Александр Клюев. Это был Гоша Грибс. И проект Первая варка пивоварни Бербрю. Пейте вкусно и в меру. Хороший. Давай. Попаузу. Я прям говорю, Гоша, а ты прям такой раз приходишь, говоришь, всем привет. Ну и сухое хмеление. Все, я, кстати, посмотрел, какие там остались пакетики пустые. Это сейчас офф топ? Нет, все, все туда. Вот туда. Сорта хмеля, это сами. Так, значит, пену я хочу повторить. Вот Никита из Бербарии. Так, пена, он не капает. Все. Молодь, какая. Этикеточка. Я теперь всегда так буду делать, проверять пиво предметом. Хочешь? Вот, ну что, пена. Это все, что мы хотели сказать? Да. Наверное, все. Всем пока. Это был Александр Клюев. Это был Гоша Грибс. Гоша Грибс. Это был Александр Клюев. Это был Гоша Грибс. И проект Первая варка пивоварни Бербрю. Гоша Грибс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...